ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИМАРА КИШИНЕВА ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИМАРА КИШИНЕВА Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Первонаперво, хотела бы для телезрителей, для вас сообщить, что у нас есть самые последние данные. Обработано 55% бюллетеней, за Ивана Чубана проголосовало 47,96%, за Андрея Анастасии 52,04%. В течение эфира мы будем давать информацию для наших телезрителей. Ну что, первые результаты есть, мне очень хочется услышать, что вы думаете по этому поводу. Виктор Фёдорович, как вам результаты? Ожидали? Многие политологи, в том числе и я, говорил, что ситуация в принципе 50 на 50. И это было очевидно после первого тура, особенно после того, как стало ясно, что большой процент может пойти к Андрею Анастасу. Из тех, что в принципе выборы проиграли. Некоторые партии, мы знаем, кандидата набрали по 5-6%, безусловно, что это относилось в первую очередь к правым кандидатам. Кандидат левых сил, кандидат социалистов мог надеяться на определенный процент тех избирателей, которые проголосовали, наверное, за Сильвию Раду. И на мобилизацию электората, которую надо было проводить. И как мне кажется, эта мобилизация определенная состоялась, потому что все-таки уже не 35, а приблизительно 40% все-таки избирателей проголосовало. Другое дело, что остается уже посмотреть на окончательные результаты, посмотреть и убедиться, где все-таки эта победа состоялась для одного или другого кандидата, а где есть определенные там езиана. Но, во всяком случае, какой бы ни был результат, я, например, лично считаю, что это результат против нынешней власти, против демократической партии. Именно демократической партии пришлось делать, наверное, на этих выборах самые интересные выводы, потому что им надо видеть перспективу парламентских выборов. Поэтому выбор для них был очень непростой и не случайно они, в принципе, не объявили громко, кого они будут поддерживать. Но я думаю, что они поддержали все-таки в конце концов геополитического своего, значит, кандидата и они, значит, поддержали Андрея. Демократы поддержали Андрея Анастасова, потому что с этим связано все-таки будущее парламентское большинство, будущие результаты и так далее. То есть они умеют все-таки строить демократ, определенную стратегию, я вижу, что они ее построили именно таким образом. Спасибо. Серафим Александрович, вы у нас были в эфире, вот сейчас уже первые итоги. Я для телезрителей скажу, что обработано 61% бюллетеней, Иван Чабан 48%, Андрея Анастасова 51,8%. То есть немножечко сократилась между ними вот эта разница, но тем не менее. Да, результат был вполне ожидаем. Помните, мы говорили в вашей передаче, но я еще до начала выборной кампании говорил о том, что реальнее всего выйдут во второй тур Иван Чабан, который имел реальные шансы, и он мог бы пройти в мэры с первого тура. Это был его нормальный, реальный шанс. Но почему не прошло, об этом можно поговорить потом. Сейчас я хочу сказать, что выборы, к сожалению, с моей точки зрения, опять состоялись по геополитическому принципу. Для местных выборов это вредная тенденция. Для меня, скажем, как экс-мэра Кишинева с 11-летним стажем, я приемлю политику, которую проводил Дэн Сиалпин. Мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она в мышей ловила. Что касается местных выборов Кишинева. И, к сожалению, еще раз повторяю, что выборы по геополитическому принципу, и со старта хочу отметить, что ничего хорошего, и на этот раз, за эти оставшиеся несколько месяцев, ничего хорошего не дадут. Потому что конфронтация будет продолжаться, тем более в этом году еще парламентские выборы. Будущий мэр, очевидно, будущий мэр, он еще и руководитель партии, и он не оставит партию для того, чтобы не участвовать в парламентских выборах. Вот, так что пока очень тяжело сказать что-то положительное, что мы можем ожидать. Я вижу ваш энтузиазм, что нам ожидать, вот какие изменения, да дай бог, чтобы хуже не было. Знаешь, как молдаване говорят в селах, царь, гене, снущий разбой, макар. А, стой. Господин Мишин, ваш комментарий первый. Ну, первый мой комментарий будет такой, как бы обработано всего 61%. Уже 66%, 47% Иван Чубан, 52%, Андрей Анастасович. Вы знаете, на протяжении последних вот 10 лет, то, что мы тенденцию наблюдаем, тут все зависит, с каких избирательных участков все-таки провели уже подсчет. Мы с вами понимаем, что более мелкие участки, это именно пригороды, которые изначально с 2007 года всегда голосовали за крайне правых кандидатов, которым является сегодня господин Анастасий. Ну, там обычно приход населения довольно маленький, то есть там 300 человек, 500 человек, эти бюллетни очень легко обработать и показать. В городе же иная ситуация, на избирательных участках обычно приходили по 900, по 1000, по 1200, по 1500 человек. То есть эти данные этих избирательных участков приходят намного позже. Поэтому сейчас, как бы, вот эта разница, то, что происходило, давайте вспомним, и тот же 2011 год, 2015 год, да, когда вроде бы кандидаты от левых сил имели по 51-52%, от правых сил 48%. И потом, ближе к концу. Да, и ближе к концу резко вся ситуация менялась. Поэтому я думаю, сейчас, на этот момент, все-таки рано делать какие-то определенные выводы, что господин Чабан либо проиграл, а господин Анастасий уже бы праздновал победу и открывал шампанское. Все-таки давайте дождемся хотя бы 90% обработанных бюллетней, тогда мы можем уже более четко говорить. Ну, если исходя из тех положений, которые есть сегодня, действительно можно констатировать тот факт, что сыграла геополитика. Вот эти заявления господина Анастасия, вот эти заявления госпожи Майя Санду, господина Шалару, господина Киртаки и уже остальных всех, кто их поддерживал, конечно, привели к тому, что многие приверженницы, скажем, европейского курса, унионизма пошли голосовать с господином Анастасией. И мы не можем это отрицать, тем более это происходило на протяжении многих лет. Ну, естественно, то, что левый электорат, он всегда, он не пассивный был, по крайней мере, на втором туре. Ну, опять, рано еще, я так думаю, говорить о каких-то окончательных результатах и рано праздновать либо кому-то победу, либо кому-то поражение. Давайте вот сейчас посмотрим на явку, да, ведь мы когда весь день наблюдали, как голосуют наши избиратели, мы получали еще картину, как по возрасту люди голосуют. И получалось, что самые активные избиратели у нас это люди за 70+. И потом еще на втором, на втором, не, 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 секундочку, а потом на втором месте уже были те, которые с 45. Вы говорите в процентном отношении, но если мы посмотрим, опять, мы не можем смотреть в данном случае на процентное соотношение, потому что процентное соотношение 70+, действительно, по явке между 55 и 70 выше, но если по количеству, здесь их было 50 тысяч, а здесь 77. То есть между 55 и 70, этот возрастной, их вышло 77 тысяч, хотя 70+, их вышло всего там около 24 или 30 тысяч. Понимаете, то есть 70+, довольно мало людей. Мы в данном случае должны смотреть не на процентное соотношение, а мы должны смотреть на количество вышедших людей. И тогда это будут более точные данные. Виктор Феоргиевич, что вам сказали данные по явке? Данные по явке говорят о том, что в обществе существует большая апатия, что есть определенный процент, определенный слой населения, который или придет на выборы, значит, голосовать протестом, то есть как протестное голосование, или они проигнорировали эти выборы, потому что вроде для них кандидаты не представляют большого интереса. То есть это первый факт. И второй фактор, значит, здесь надо согласиться с тем, что все-таки более активная часть, то есть самые активные избиратели были люди старшего поколения. То есть люди ответственные, люди, которые так или иначе знают, что должна быть какая-то власть, какая-то дисциплина и так далее, и так далее. И с этим нужно считаться. Другое дело, что мы уже должны, значит, на эти избиратели старшего поколения смотреть не только как избиратели левых, избиратели старшего поколения, они тоже, они проходили, понимаете, это люди, которые проводили реформы после 89-го года, люди, которые, в принципе, ратовали за независимость и так далее. У них разные точки зрения и на развитие страны, и что касается вот геополитического вектора, и что касается политического, идеологического и так далее. Поэтому партии, в принципе, в том числе, я говорю, левые, должны более активно с этим избирателем работать. И, конечно, и с молодым поколением. Я не соглашусь с господином Мишином, когда читается, что левый электорат был мобилизован. Нет, он не был мобилизован. Я заметил по рецелям, как мы говорим, по интернету, большое количество людей каким-то образом они критиковали. И чабана, и социалистов, и так далее. То есть вы хотите сказать, что левые воевали с левыми? И это помешало достигнуть... Во втором туре правые почти не ссорились. Вот я заметил, интернет именно показывает, очень ясно, что правые почти не... Они дополняли. Они так, конечно, определенная критика была, но она была очень мягкая. А здесь били на отмашь. Я не буду называть здесь какие-то партии. Но очень интересно, когда они поработали, в принципе, на правый электорат. И странно, почему это случилось. Сергей Александрович, вы что скажете по явке? Вот если можно, комментарии по поводу... Видите, вот мы начали говорить на левом фланге, на правом фланге. Согласны ли вы, что левые действовали по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись»? Да нет, я еще раз возвращаюсь к тому, что дальнейшее движение по местным выборам и выборам по геополитическому принципу ничего хорошего не дадут. Но как феномен это происходит? Уже с этим нельзя... Как феномен он происходит, потому что, к сожалению, у нас политика в стране в последние десятилетия превратилась в бизнес. И она соответствует определенным интересам, ярко выраженным. Ну почему же, Сергей Александрович? Смотрите, секундочку. Вот Иван Шибан, он всю свою компанию строил на чем? Он говорил, я не иду к людям с геополитическим месседжем. Он предоставил план развития Кишинева. Он на всех встречах говорил исключительно на хозяйственной теме. Господин Мишин, по-моему, присутствовал на многих. Другое дело господина Стаса. То есть, мне кажется, может быть, не под одну гребенку всех, нет? Да нет, не под одну гребенку. Но я хочу сказать, что компания господина Чабана была достаточно лояльной. Тихой, лояльной, такой, а наоборот, во втором туре, и мы на прошлой передаче после первого тура говорили с вами, что нужно менять динамику выборной кампании. И то, что хвалились тут, что мы провели 26 конференций, пресс-конференций. А кто смотрит пресс-конференции, за исключением в Кишиневе людей, которых можно посчитать, скажем, по пальцам? Есть еще 34 населенных пункта, зеленый пояс, который входит в состав муниципалитета. Поэтому действительно более близко к людям. Потом компания, скажем, господин Анастасия была более динамичной и более политизированной. Так. Вот, более динамичной, более политизированной. То, что нужно разобраться в молдавской политике и отделить, скажем, евроинтеграцию от унионизма, тут надо разобраться. Потому что, путая вот эти два направления, мы можем довести до ручки и евроинтеграцию, если. И, конечно, тут... Или евроинтеграция себя доведет, кто-то доведет. Да, что-то. Да. Господин Мишин, согласны ли вы с теми доводами по поводу того, какую кампанию провели левые? И вот мне интересно, поддерживаете ли вы Виктора Федоровича в отношении того, что левым не удалось пройти так вот единым фронтом? Как это сделали правые? Ну, то, что левым не удалось пройти единым фронтом, это действительно так. Потому что многие партии левого толка призывали некоторые к бойкоту, а некоторые вообще призывали к голосованию за господина Анастасия. То есть это именно та партия, которая... Смотря на то, что вокруг господина Анастасия объединялись унянистов. Да, ну, это особенно та партия, которая выиграла Бельца и ходила в свое время с господином Анастасией. То есть она призывала своих сторонников, чтобы они голосовали именно за господина Анастасия, чтобы побольнее ударить по социалистам. Это понятно было, видно было и в интернете, и во многих средствах массовой информации. По поводу работы агитационной, да, и работы с людьми, я не соглашусь с Ерфим Александровичем, потому что, да, может быть, господин Чабан не успевал на все встречи с избирателями, но у него работала довольно очень большая команда агитаторов, которая встречалась изо дня в день, ходила из двора во двор, изучала проблемы, общалась с людьми, и это было, доносили до него, да, и он самостоятельно ходил и по улицам, и по паркам, проводил встречи на улицах. Да, газеты раздавал, я сама ехала, он и перекрестил. Не только газеты, и платформы, это было, и он общался с людьми. То есть, понимаете, единственное, да, у господина Чабана не было, вот по поводу лояльности, у него не было вот этой агрессивной, да, у него не было агрессии по отношению к конкурентам, у него не было агрессии по отношению к господину Анастасии даже во втором туре. Господин же Анастасий ввел всю свою предвыборную кампанию, особенно второй тур, очень агрессивно, и не только сам господин Анастасий, Но и его сторонники агрессивные. И даже сегодня на многих избирательных участках были провокации со стороны господина Анастасии, были агрессии со стороны наблюдателей от его партии. И он вообще вел себя очень агрессивно. И вот эта агрессия, откуда она взялась, вот этот радикализм, который есть у господина Анастасии, ну как минимум до добра не доводит никогда. То есть партия социалистов сама по себе и господин Чабан, они проводили лояльную политику, отодвинувшись от геополитики, не привязывая себя никаким внешним факторам. И встречаясь с людьми, объясняя конкретно, что будет сделано для города, какими методами и способами. При этом абсолютно никак не принижая статус своего конкурента, а разоблачая в каких-то обманах, которые он нес с экранов, либо отвечая уже на выпады, которые были с его стороны. Поэтому сказать, что она была непродуктивной, вот эта предвыборная компания, ну на мой взгляд это не так. Она действительно вот с людьми было очень много общения. Я зачитаю последние данные, 80% в бюллетене обработано, Иван Чабан 48,1%, Андрей Анастасии 51,9%. То есть сокращается немножечко разрыв, ну интересно, осталось 20%. Я думаю, что да, во время нашего эфира нам уже станет известно, кто победил. Виктор Федорович, вы улыбались. Самые большие избирательные участники стали. Я имею право улыбаться, значит, я не вижу никакой драмы, если говорю, выиграет господин Чабану или выиграет господин Анастаса, потому что, так или иначе, это были достойные кандидаты. Почему говорю достойные? Потому что, давайте вспомним, Иван все-таки является политиком лет 15-17. Да, был вице-министром, работал депутатом парламента. В принципе, парень инициативный. Я видел и вижу, как он вырос. Я соглашусь с тем, что он провел очень хорошую избирательную кампанию. Хорошую, то есть добротную. Конечно, были определенные ошибки. Но добротную, это означает, в принципе, о чем говорил и Серафимов Александрович. Это значит не заниматься, значит, пустой демагогией, призывами и декларациями, а все-таки говорить о реальных проблемах города. То, что мы, жители города, знаем и видим эти проблемы, и Чабан действительно предложил вариант. То есть он показал, во-первых, что он знает эти проблемы, что он их понимает и воспринимает. И у него есть определенное решение, как он будет это все решать и так далее. И мне показалось, я знаю огромное количество людей, которые раскрыли Иона как человека знающего, компетентного, мягкого, который может держать себя в руках. Это очень важно для политика, которая растет. И наоборот, значит, по Андрею проблемы появились, потому что мы заметили, что, значит, Настас отказался от некоторых встреч, от некоторых дебатов. И самое главное, что на большинство все-таки вопросов конкретных по городу он отвечал очень расплывчато. Кроме этого, как я замечаю, Андрей нанес, попытался нанести некоторые удары, значит, нехорошие, они считаются ниже пояса. Эти, так называемые, черный пиар, когда он набросился на Иона Чабана, как будто Ион Чабан был до сих пор примаром города и отвечает за все грехи нынешнего парламента, правительства и так далее. Кроме этого, определенная растерянность, она была у Настаса. Но я вернусь к тому, к тем аргументам, которые приводит Серафим Альканч. И мне кажется, очень важно, когда политики все-таки умеют воспитывать своим поведением, хорошим поведением избирателя. Потому что действительно избиратель, особенно в Кишиневе, он политизирован. Здесь, конечно, находятся элиты и политические, и экономические, и так далее, и так далее. Кроме этого, огромное количество социологических исследований, вы посмотрите, каждый раз спрашивают, вы с кем? С Россией или с Европой? И никогда не спрашивают по-настоящему, а кто с Молдовой или кто с обеими этими пространствами. То есть нас и социологи, и научные деятели, и элита научная, и интеллигенция нас, в принципе, тянут в сторону геополитики. Но, повторяю, избирательная компания была, в принципе, хорошая. И он мне показал, он именно показал образец, как нужно вести себя, значит, именно мягкую, четкую, профессиональную, показать свою компетентность, показать, значит, свое ясное такое общение, деловое общение с избирателями и так далее. То есть это, я вам скажу, образец такой европейской, именно, значит, избирательной кампании, и очень интересно... Которую не оценили представители европейского, как он себя называл, кандидата. Но, с другой стороны, я хочу, извините, что я говорю слишком много, я вам скажу, что здесь, в принципе, мы не можем обвинить и одного или другого кандидата. Здесь и ситуация наша, очень непростая, потому что идут параллельно два процесса. Был процесс, конечно, выборов примара, но есть процесс подготовки к следующим парламентским выборам. Кроме этого, мы должны понимать, что все-таки власти имеют очень слабый рейтинг сейчас в обществе. И если народ пошел на голосование, он мог пойти на голосование, как протестное голосование. Поэтому сейчас возникает вопрос, а почему протестовали, в первую очередь, против Чабана? Здесь политологам, технологам, в принципе, соцпартии на этот вопрос нужно ответить, если это так будет. Я надеюсь, что результаты все-таки будут в его пользу. Но, если результат все-таки будет не в его пользу, надо спросить обязательно, а что же происходит? Почему связали с этим? Почему в Андрея и Настаса увидели более сильного такого борца, например, как они считают с режимом? И почему они считают, что город будет протестать с Андреем, у которого нет, как говорится, профессиональных данных для этого? Да, компетентности нет в этом вопросе. И я думаю, что он это понимает, он сам понимает. Для него выборы, значит, эти все-таки были определенным стартом следующей избирательной кампании, то есть парламентской. Серафим Александрович, вот у нас обычно, когда подсчитывают, говорят, что пригороды, они всегда в основном в своей массе поддерживают как раз кандидата от правых сил. Как вы полагаете, в этот раз, у меня нет еще раскладки, за кого голосовал, но вы согласны, что ситуация повторилась? Горожане, как правило, выбирают кандидата за левых сил, а вот пригороды по-другому. Остальные, она повторилась, и я вот помню, когда я три раза избирался мэром, я проигрывал только на Ботанике, 48-49%, остальные я выигрывал во всех секторах и населенных пунктах. Но я когда увидел, что выход, скажем, на избирательный участок по Ботанике и по Рыжкановке вырос сравнительно с первым туром, можно было полагать и сделать выводы, что у Чабана будет лучшие результаты, хотя даже вот в других населенных пунктах у него положительные результаты, выше, чем у Настаси, скажем, два другого года, другие. Но отчасти я согласен с тем, что говорят присутствующие на этой передаче, но колорита политического нет. Я совершенно как нейтральный человек хочу сказать, что особенно надеяться на агитаторов. Я знаю, что такое агитаторов за свою сознательную жизнь, так что на Бога надейся, она сам не плашает. Потом ставим, вот почему, скажем, Настаси выигрывает, а Чабан проигрывает пока. Пока, да. Дело в том, что у Чабана есть ответственность, есть шлейф, есть определенные удачи, есть определенные неудачи. Партия, которая его продвигает, имеет определенную историю, имеет и положительные, и отрицательные. А у партии, которые поддерживают Настаси, отрицательного пока ничего нет. Они во власти не были, ну, будем говорить так, что не были, за исключением некоторых, значит, членов партии. Это первый вопрос, вот ответ, почему. Многих, многих там членов. И второй вопрос, вот, который я видел на протяжении этой выборной кампании, и задаю себе вопрос и вам, а помогли ли партии, скажем, Чабану и Настасе в достаточной мере вот в этой выборной кампании? Их родные партии вы имеете в виду? Их родные партии, которые их продвигали. Ну, господин Мишин, если хотите, отвечайте на этот вопрос, если нет, то, пожалуйста. Нет, я отвечу. Ну, сказать, что у господина Настаси, то есть партия абсолютно белая, нигде не запачкана, это трудно сказать, да? Особенно вот при тех... Я не сказал, что нигде, я говорю менее. Менее, да, но те политики, которые входят туда, и особенно поддержка того же бывшего министра просвещения, которое замешано в краже миллиарда, и многих других, там, в виде господина Лянки, Гелецкого и так далее, тоже, которые замешаны в этом всем, вы знаете, это шлейф еще хуже, чем у партии социалистов. А партия социалистов все-таки, давайте не будем забывать, в 2011 году эта партия имела рейтинг всего 3%, да? То есть это всего 7 лет назад, сегодня рейтинг этой партии под 50%, то есть сказать, что это плохой шлейф. И самое интересное, что та, вы говорите, партия была у власти, но ведь дело в том, что партия социалистов у власти за последние 7 лет никогда не была. И, в принципе, и до этого она не была именно сама, как партия социалистов. Опять-таки, некоторые политики, которые туда входят, ее возглавляют, были когда-то у власти, но не в составе партии социалистов. Поэтому сказать, что именно партии сыграли отрицательный шлейф, здесь трудно говорить, особенно касаясь кандидата господина Чабана. А вот то, что положительный шлейф, да, сыграло, потому что все-таки партия это мобилизационный процесс. Партия помогает. Когда ты идешь один, всегда сложнее, чем когда за тобой стоит хорошая команда, особенно в виде муниципальных советников, которые работали с ним в команде на протяжении последних трех лет. Ну и остальные, там, те же депутаты, которые сегодня работают на протяжении 2014 года, борясь с этим же режимом и парламентским большинством, которое сегодня. То есть оно, я не думаю, что сыграло большую роль и оттяжку голосов, и что имидж господина Чабана упал из-за того, что его поддерживала именно партия социалистов. Виктор Федорович, прежде чем вы начнете говорить, я скажу, что обработан 91% бюллетеней, Иван Чабан 47,99%, Андрей Настаса 52,01%. По поводу партий. Если разобраться так, то ведь, смотрите, господина Настаса поддерживала действительно много партий. И у него неисты как-то так все, вот они мобилизовались. Многим было ведь интересно, как поведет себя Майя Санду. И выгодно, невыгодно, чтобы господин Настаса становился генеральным примаром. Не знаю, вот ваше мнение, как они себя повели, вот там и там. Я скажу, что, в принципе, те, что объявили поддержку Настаса, сделали более-менее публично. Другое дело, что не было ясной реакции Настаса. И это очень правильный ход, потому что он не мог опираться на эти имена. Он это понимает. Тем более, когда объявляет себя большим борцом с коррупцией и с украдыми миллиардами и так далее, с нынешней властью. Поэтому некоторым показалось, что это будет определенная медвежья услуга. Но я не думаю, что это зависело очень сильно от этих личностей. В принципе, мы говорим о пластике избирателей, которые так или иначе, он такой правоцентрический этот избиратель. Он имеет очень солидную традицию здесь, в Кишиневе. Они обычно набирали 55-56% и так далее. Я думаю, что этот избиратель здесь, в Кишиневе, сохранился. На левом фланге так посчитали, например, я так понимаю, технологи, что не обязательно здесь, чтобы были декларации левых партий. Некоторые пошли в разнос против, это было очевидно. Но определенный пласт интеллектуалов все-таки поддержали чабана и так далее. Ожидалось и ожидается, ожидали все-таки более ясного, четкого ответа. Но, повторяю, это все-таки зависит от воспитания и понимания этого электората. Наверное, было неправильно, когда выходят на передачи, и некоторые начинают бить таким образом Настаса, связывая его с олигархами и со всем плохим, что в этой стране происходит. И забывают, что все-таки за все, что происходит в стране, в первую очередь, отвечает нынешняя власть. Поэтому вы помните, что я каждый раз... Нет, к нему была, Виктор Сюш, простите, к нему была, в принципе, одна претензия. Все говорили так, вот когда демократы очень четко высказались за поддержку Майя Санду, что Майя Санду сделала? Она тут же вышла и сказала, что это отравленное яблоко, я не хочу этой поддержки. Она отмежевалась. И от господина Настаса тоже, в принципе, хотели, чтобы он как-то обозначил свою позицию. Он сказал, что мне не нужна поддержка этих людей, мне не нужно, чтобы господин Гелецкий обо мне хорошо говорил, мне не нужно, чтобы Лянка это говорил. Речь идет о том, что когда мы критикуем кандидата, и мы пытаемся показывать, что он недостойный, все-таки не надо превращать его в жертву, когда мы превращаем его в жертву. Например, я не буду в вашей передаче обозначить 5-6 ошибок, которые, в принципе, были сделаны. Я кому-то говорил там. Есть корректность в этих вопросах. И я подчеркиваю, что Иоанн вел себя корректно на процентов на 90. Но его некоторые коллеги, товарищи, технологи, в том числе в студиях телевидения, некоторые сделали ему медвежью услугу, когда они бьют на отмашь. Давайте вспомним, что все-таки Настаса вел это протестное движение очень сильно, которому прингнуло огромное количество людей. Вы полагаете, что били на отмашь? В том числе социалистов, в том числе это наша партия и так далее, и так далее. Я заметил, как на днях, последние 3-4 дня постоянно, что это представленник олигархов, что он сам связан со всеми и так далее. Да, он связан, потому что он согласился на поддержку Лянка, как вы, в принципе, отметили, мы все знаем, на поддержку Мунтиана и так далее, и так далее. Но сделал он это без деклараций, ни за, ни против. Вообще какая-то странная кампания. Вы заметили, демократы тоже не сказали, за кого голосовать. Это все тоже тихо. Это определенная манипуляция. Вот интересно. Это определенная манипуляция и так далее. Раньше свои позиции обозначали. Но она такая скрытная, мягкая. А когда мы бьем на отмашь, мы превращаем сразу его в жертву. А виктимизация, значит, надо защитить жертву и так далее. Я должна господину Мишну предоставить слово. Так ли били, что он превращался в жертву? Да, и согласны ли вы с этими утверждениями? Вы знаете, я по поводу того, что били на отмашь, не совсем соглашусь. То есть, на мой взгляд, опять то, что я анализировал по телевидению и по всем программам аналитическим, которые были на эту тему, я видел просто, что показывали факты, которые реально существуют. То есть, то, что показывали факт незаконной приватизации офиса, ну, это я не думаю, что бить на отмашь. То, что пытались показать, что он обманывает на уровне того, что говорит, что у него есть решение Чеда, а его нету, это не бить на отмашь. То, что он не появлялся на дебатах или когда появлялся, ему задавали конкретные вопросы по поводу, как урегулировать город, как отремонтировать дороги, как решить транспортные проблемы. Вот господин Урикана, если посадить и спросить об этом, он, по-моему, закрытыми глазами расскажет все полностью. И откуда деньги, до утра, да. И откуда деньги взять, и как отремонтировать все. А он не мог ответить ни на один вопрос. То есть, он даже свою программу, которая у него напечатана, открыть не мог. Когда пробует избирательную кампанию, в принципе, акции ясно против контркандидата не проводятся. Особенно экстремистского характера. Они называются экстремистами. Когда я иду во время избирательной кампании и блокирую твои встречи с избирателями, когда я блокирую твою штаб-квартиру партии и так далее, и так далее, это выходит за рамки. Это превращает данного кандидата в жертву. Его нужно защитить. И два таких случая, по крайней мере, были очень очевидными. Хорошо, это технология организации выборной кампании. Но давай вернемся вот к нынешней ситуации. Вот посмотрите. Это технология, которая прошла по всем каналам телевидения. Работа, скажем, на международном уровне. Вот почему социалисты Европы вышли с декларации в поддержку Настаси? Да, почему румыны? И почему никто не отреагировал? Так, а вот теперь, да, вот хороший вопрос. А почему, когда они сами же приняли закон о том, что не имеют права вмешиваться в внешние политики, политические деятели, журналисты? Да, ну я внешне беру, зарубежные. Юристы должны были отреагировать. Нет, юристы отреагировали и подали даже в Центр избирком жалобу, но на нее никак не отреагировал Центр избирком. И не применили санкции, и не было он снят как кандидатуру. Понимаете, и когда после этого выходишь и говоришь на телевидение, это не называется удар на отмашь. Это говорится о том, что, ребят, человек нарушает закон и указывается на то, как он. Если государственные органы на это не реагируют, почему об этом нельзя сказать. Это не удар на отмашь господин Степанилов. Акция перед штаб-квартирой партии... Это была пресс-конференция. Это акция. Через дорогу. Акция. Она абсолютно не нужна. Это была медвежая услуга на 100%. Это опять, как рассматривать, в том числе, хорошо, вы говорите, акция напротив офиса, да? Согласен. Но было через дорогу. Но сзади была акция и его платформы, которая... Нет, но перед партией. Перед своей партией они могут там защититься. Да, но это была тоже акция. Скажем, вот другой аспект. Приходит Чабана на встречу с избирателями Настаси. Да, это не надо было. Склинивание, там и создание нервозной обстановки. Это отрицательное явление. Серафим Александрович, если бы он встречался со своими избирателями, я бы с вами согласился на 100%. А когда это происходит? В притуре сектора Буюка. И когда шеф учебных заведений притуры сектора Буюка созванивается с детсадами и школами, и говорит, что по пять человек должны там присутствовать в обязательном порядке... После рабочего дня. Не после рабочего, а во время рабочего дня. Извините, это было во время рабочего дня. То есть должны бросить школьников, воспитателей детских садов, детей и прийти на встречу. О какой мы говорим встречи с избирателями? Это было встречи... И это есть зафиксированные факты. И господин Чабан пришел туда один, не на встречу с его избирателем... Зачем он пришел? Нет, подождите. Это собирала притура. Зачем? На встречу притуре может прийти любой. Нет, ну была объявлена пресс-конференция того кандидата. Нет, 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 секунду. Ну хорошо, я думаю, что мы опять пресс-конференция... Мне кажется, да, это достаточно беспредметно говорить. Это уже мелко. Как должно было? 93% я только скажу, да, 93% обработано, Андрей и Настаса 52,16%, Иван Чабан 47,84%. Я не знаю, 93% позволяют ли говорить о том, что расклад вряд ли кардинально как-то изменит? Нет, еще не можем говорить, чтобы попасть в Настаса. Это еще не окончательно. У нас есть опыт с президентом Румынии Джоанны, когда там распивали шампанское и вдруг объявляют, что президент избран другой. Уже на уровне 96,7% станет ясно. Даже 98%. Так, то есть у нас счет идет на минуты, я думаю, что совсем скоро мы уже будем знать, да, в какую сторону склоняется чаша весов. Ну вот вы знаете, у нас всегда так выборы проходят генерального примара, почти ноздря в ноздрю вот очень часто, да, идут кандидаты. И вот по сути, если так разобраться, то всегда геополитический фактор, на мой взгляд, здесь самый-самый основной. Что бы кандидаты ни придумали, какие бы они ни придумывали, я не знаю, там программы, что бы они там ни прописывали, мне кажется, у нас всегда будет так. Ну давайте вспомним выборы, значит, господина Урикяна, все-таки там разница всегда была больше. Это показывает ясно, что был все-таки авторитетный примар, и люди равнялись на этом. Да и выход под 60% веков постоянно. Я не буду расхваливать Серафина. И это тоже, явка была другая, здесь Серафина Александровна абсолютно правильно говорит. Потому что мы долгие годы, значит, были в определенной оппозиции, но я как оппозиционер его в свое время признаю, что это был хорошим примаром. И действительно он пользовался авторитетами. Что бы мы ни делали вокруг Кишинева, особенно в этих селах мы встречались и так далее, они говорили, ну, мы знаем, да, он не доделывает, но все равно он приходит, он с нами советуется, он обещает многое делать и так далее. И они не были согласны. И я думаю, что вот эта носталгия все-таки по хорошему, доброму хозяйственнику, компетентному, она в этих селах осталась. В этом смысле кандидатура бы Чебана пригодилась бы там. Другое дело, что мне кажется, что все-таки штаб соцпартии, партии социалистов до этих сел все-таки не дошел. И, наверное, надо было разобраться лучше с такими секторами, как Ботаника, Рыжкановка, где обычно левые всегда имели на уровне 60%. Но там надо было учесть... А мы не знаем, как сейчас проголосовали, например, на каком уровне левые. Ну, все-таки выход людей, он слабенький. Больше, чем в других секторах. Это приблизительно 40%. Там 62-63% был раньше. Там избиратель есть левых сил. Другое дело, что я заметил, что многие продолжают голосовать за Компартию, за Партиду Ностру, последние избирательные кампании и так далее. Но, во всяком случае, как говорится, трагедии никакой нет в этом смысле. Надо согласиться, что у нас здесь такой избиратель. Надо согласиться, что мы еще расколоты очень сильно и по геополитическому, и по идеологическому. И мы не умеем все-таки ценить еще, значит, хозяйственника. Может быть, что надо было выдвинуть человека беспартийного в данном случае. Ну, почему? Сарфейн Александрович, он пробовал совсем недавно, он шел. А ты либерал-демократист? Я имею в виду беспартийного. Я имею в виду беспартийного. Я имею в виду молчаливого согласия. И это была ошибка. Я признал, что это была ошибка. А в будущем году я ошибку не допущу. То есть вы будете в следующий раз баллотироваться? Конечно, да. Или от большого блока. От большого блока. А не было у нас, кстати, кандидатов вот таких вот прямо, чтобы от блоков шли? Так я говорю, надо находить такие варианты в перспективу. Выборы же будут в следующем году еще раз. Это же выборы на 9 месяцев, на 10 месяцев. Он Андрей, если будет примар... То есть вы уверены, что он непременно будет пытаться баллотироваться в парламент? Так? Так, другого выхода у него нет. Он для этого и пошел. Почему же? Он четко как раз не отвечал на этот вопрос. Нет, нет, для старта это хорошее. Это хорошее. Но эти 9 месяцев могут как его и поднять, но могут так опустить его, что мало не покажет. 95% подсчитано бюллетеней Иван Чубан 48-19, Андрей Анастасий 51-81. Ну, ждем еще. Совсем у нас осталось. Я хочу сказать, что меня больше всего интересует, а что будет... 48 было и 2, сейчас уже 19. Анастасия изберут. Что будет в работе с муниципальным советом? Что будет в работе с центральными властями? Что будет в муниципальном совете, когда социалистов там 19, по-моему? Вот опять... Но этот вопрос социалисты отвечали так. Мы получаем второго Дарина Киртуак. Правда, тут еще поддержки меньше. Дарина Киртуак хоть в муниципальном совете была. Это достаточно... Нет, но сравнивать... Это тоже ошибка, когда сравниваем Андрея с Дурином. Я хочу надеяться, что Андрей будет более эффективным, хотя для него риски очень большие. Что он не сможет договориться, что он по сравнению с Ионом, и он все-таки ввел себя более цивилизованно, и он оставил дверь приоткрытой. Он может идти на переговоры с любым. Значит, у Андрея будет сложнее. У него такого опыта нет, а политика, в принципе, делается только на переговорах, только на определенном согласии. Андрей людей не знает. Разрыв большой, его неприсутствие. Поэтому рисково-рисково очень много для него и так далее. Для него был большой успех вообще, выход во второй тур. Это был успехом. Ему это открывало и так, и так дорогу, например, в парламент, я думаю. И он бы лучше пригодился бы для премареи. Но случилось, что случилось. Если его уже избиратель избрал, значит, так понимает избиратель ситуацию. А заниматься воспитанием избирателя надо. И в первую очередь это удается сейчас, особенно в таких случаях, где больше замешанная геополитика. Это не партиям удается, а именно кандидатам, которые стоят вне партии, которые умеют объединять. Это центристы, так называемые. Такая практика в других странах Европы. Мне кажется, что такую технологию надо было использовать еще последние 8 лет. Еще после 2010-2011 года. Виктор Владимирович, вот вы говорите о том, что... С чем я не могу с вами согласиться? Говорит все, что вот у нас такой избиратель. Вот я тут категорически не согласен с вами. И мы не должны критиковать избирателя. А посмотреть кандидата... Нет, на себя надо посмотреть. Зеркало, посмотреть в зеркало партии, которые приходят к избирателю. И если они тебе приемлют, если ты открытый, если ты соответствующий им чайник. Вы знаете, есть одна поговорка этого российского, советского еще писателя. Счастье это когда тебя понимать. Надо в этом смысле понимать, что нас не поняли. То есть его не поняли. Одного другого. Не в смысле, что избиратель плохой. А то, что мы, может быть... А то, что у нас местные выборы всегда... Люди голосуют. И какой? Про российский или про западный или унянинский? Вот за это нужно, наверное, критиковать. На Днестре или Прут переходят. Так я могу сказать вам и другую стату товарища Сталина. Сталина, который говорил, что... И это тоже не выбирает тот, который голосует, а выбирает тот, который считает. Так что тут... Здесь всякое может быть. Да, господин Мишин, вы так скромно молчите. Я думаю, вам есть что сказать. 95% у нас по-прежнему. Скромность украшает. Рассчитано, да. То есть вы не беретесь говорить, что 95% это... Нет, опять повторюсь, то, что я говорил... Результат уже, которому уже... Еще нет... А разница в голосах сколько? У меня только полтора два. У меня процентная только, да. В этом еще нет. Дело в том, что опять... Мы сейчас ярко видим, что процент между господином Анастасией и Чебуном начал сокращаться. Соответственно, пошли большие участки. А большие участки, это, скорее всего, пошли большие районы. Большие районы, как Серфим Александрович сказал, это ботаника Ирешкановка, которая всегда была более левосторонней. Поэтому однозначно говорить сегодня и сентября... Тенденция понятная, но... То есть сейчас однозначно сказать, что уже господин Анастасий может открывать первую бутылку шампанского пока еще рано. То есть я думаю, нужно дождаться все-таки, когда будет 98% бюллетни обработано, тогда она будет более близко к реальности. Если, скажем так, расстояние между ними не сократится критически, то уже можно поздравить господину Анастасию. Если же все-таки сократится до уровня процента или полпроцента, то тут эти два процента последних пересчета бюллетней будут играть большую роль. Да, мне кажется, что если конечный результат будет очень маленькая, разница между кандидатами, то, например, та сторона, которая проиграет по результатам, мне кажется, непременно будет требовать пересчета голосов, и все это будет пересчитываться и смотреть. Я вам скажу так, что... Потому что по большому счету нарушения были, да? И очень, честно говоря, и очень много, и даже на некоторых участках было то, что был слив определенным телеканалом персональных данных людей. То есть было где, опять, стандартные проблемы, то, что во всех выборах есть, это сейфы. Но я еще раз говорю, были случаи, даже они задокументированы, задокументированы в том числе и полицией, когда представители господина Анастасии просто приходили на избирательные участки и начинали запугивать как членов комиссии, причем представляясь... Дело в том, что это можно говорить в предвыборную кампанию. А пост, фактум, если это все задокументировано, если это уже представлено в суды, в центральную избирательную комиссию, это может иметь какой-то аффект. Если нет, это можно только сожалеть. Вы знаете, что подтверждает... Если господин Чабан возьмет бутылку шампанского, как вы говорите... Результат всегда подтверждает, то есть после подсчета голосов подтверждает суд. И в суд можно при этом тоже предъявлять определенные доказательства и определенные жалобы, которые могут повлиять на тот же пересчет голосов на определенных участках. Поэтому здесь тоже можно говорить об этом. В условиях, когда мандат, значит, только один год, даже меньше. Меньше, да. В условиях, когда разница между кандидатами будет 2-3%, шампанский можно пить, как говорится, обеим командам. Обоим, да. Да. Они должны готовиться, в первую очередь, к парламентским выборам, к следующим, значит, примарам, то есть выборам местных органов власти, когда будет мандат 4 года и когда они по настоящему покажут, что они умеют. Сейчас это очень рискованный такой мандат. И пускай покажут, если они могут в таких условиях что-нибудь довести. А все-таки надо каждый раз в политической борьбе оставить дверцы открытым для переговоров, для того, чтобы в конце концов это соревнование. Это соревнование. И в данном случае мы говорим, что в городе очень много проблем, и им все равно придется договариваться. Если Андрей будет, ему придется искать поддержку совета, и он должен еще с правительством работать. Конечно. В том числе, да. Чабан, между прочим, очень достойно поступил, потому что он сразу говорит, я согласен тебя взять, значит, вице-примаром, если я, значит, одержу победу. На то, на что Настаса не ответил. Поэтому опыта у Настаса очень мало. Но будет год, и он будет тренироваться, Серафим Александрович, на городе. Вот этот год, учитывая, что он предвыборный, практически уже времени нет. Два-три месяца, и уже начинается выборная кампания. То еще неизвестно, кто выиграл и кто проиграл. И кто проиграл. Если взять в политическом плане, с учетом предвыборной кампании в парламентских выборах. Ну вот как это, вот этот хороший вопрос, тут он у меня один из последних, как раз, значит, как вот изменится расклад сил по итогам этого голосования. Потому что всем понятно, что, как вы говорите, скоро парламентские выборы, пробовали себя сейчас политики. Вот как это скажется? Господин Мишин. Ну, я скажу так. Для партии социалистов, ну, неважно, опять-таки, как пройдут, выиграет господин Чабан или нет, это особо не повлияет ни на их рейтинг, ни на что. По одной простой причине, потому что у самой партии слаженная команда, которая готова идти и бороться, и она понимает, что через пару месяцев нужно начинать предвыборную кампанию в парламентском большинстве. У господина Анастасия может быть такая ситуация, что будет пирова победа. Пирова победа почему? Потому что, да, господин Анастасия стал мэром, к примеру. Но давайте не будем забывать, что здесь была поддержка и госпожи Майи Санду, и не факт, что они на выборы пойдут вместе, и что весь электорат, который сегодня голосовал за господина Анастасия, будет в парламентских выборах голосовать за нее, ой, за них. Не факт, что, опять-таки, господин Мутиан и либеральная партия пойдут своим блоком, и они пойдут своей партией на парламентские выборы, и опять не факт, что электорат либеральной партии будет голосовать за господина Анастасия. Ну это уже посмотрим. Ну да, я говорю не факт, я же не говорю, что это так и будет. Это математически нельзя это складывать. Я, честно, не математически, я говорю, что для него это может оказаться абсолютно первой победой. То есть он, да, сегодня может отпраздновать, что я победил, но при этом... Давайте мы не будем его пугать, и он так испугается. Мы ему говорим, как и есть, понимаете? То есть это реальные факты, которые есть сегодня на столе. Пускай работает. Пускай покажет результат. Но завтра столкнется с проблемой. Проблема есть, господин Мишин. У социалистов немножко сработал синдром победителя. Согласитесь. Проанализируйте глубже. Самоуверенность, что у нас мы мощь. А тот страх, который гонял всех остальных, вот господин Анастасий, всю эту команду, они взяли хороший старт. И он был прогнозируем с самого начала выборной кампании. И если вот участие этих 6-7-8 месяцев тут в городе, и ему, дай бог, удастся, но в этом я очень сомневаюсь, решить какие-то серьезные, солидные вопросы, то это будет хороший старт в парламентские выборы. Я прошу прощения, я прошу прощения, сейчас вот мне говорят, что вышел сейчас к своим сторонникам Иван Чубан. Давайте посмотрим, он подводит итоги этих выборов и своего участия. Я очень когда-то говорил с вас, по-моему, что ему цуме сказать слова, часто говоря, что demande мне я прошу, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ам зисккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк Я это сказал, что, да, Что делать? Это выбор Чишинэуэйн. Не могу быть выбором или выполнен. Мы сделали хорошую кампанию, я думаю, что мы не махнули на реальные решения Чишинэу, и мы решили решить следующий премар, новый премар. Ну, я позволю себе сразу сказать, мне кажется одним словом, достойно. У нас так как-то не очень принято, человек вышел, поздравил, да, своего конкурента, поблагодарил всех тех, кто ему помогал, я вот перевожу уже просто, может быть не все понимали, да, наш телезритель, поблагодарил всех, кто ему помогал в этой кампании, ну и конечно замечательно в конце сказал, что может быть мы с вами еще увидимся через год, да, потому что выборы совершенно понятно, что еще будет. Я по минуте вам еще предложу, хорошо? Пожалуйста. Спасибо. Я хочу отметить, что господин Чабан повел себя по-джентльменски, браво, и хочу поздравить господина Анастасия с избранием генеральным премаром, все-таки это демократические выборы, это воля избирателя, и пожелать успехов в этом нелегком труду. Но этот труд от черных волос доводит вот до таких. до себя. Перспективу они поняли. И последнее, что я хочу сказать, чтобы не один из двоих, один не остался обиженным, а другой не очень гордился, потому что шансы абсолютно одинаковые. Но выиграл Андрей Анастасий, браво! Успехов. Спасибо. Виктор Федорович, Ваша минута. Очень коротко я повторяю свою идею, что обеим командам можно, в принципе, выпить по рюмке шампанского, подумать над успехами, над перспективами и над ошибками, а ошибки были с одной и с другой стороны. Все остальное согласен, они встретятся через год, они обязательно встретятся. Чабан уже готовый кандидат, и я думаю, что он наберется опыта, тем более, что он остается, он заявил и так далее. То, что он поздравил, то, что он признал выбор, это очень достойно. Это говорит о том, что слава Богу, мы все-таки будем расти, в том числе здесь, в Кишиневе, и в том числе в смысле в настроениях избирателя, господин Рекьян. Спасибо. Господин Мишин. Ну, поступок господина Чабанак, конечно, заслуживает уважения по одной простой причине, что он не повел себя ни по отношению к электорату, ни по отношению к конкуренту как-то агрессивно. Он абсолютно конструктивно его поздравил, сказал добрые слова, и на мой взгляд, вот одна фраза, которую он сказал, что я вас готов ждать в Примарии каждый день с 8 утра, чтобы мы совместно продолжали работать на благо этого города, говорит о том, что дверь та приоткрыта, о которой мы говорили всю передачу, и что он готов к сотрудничеству, если это действительно будет на благо горожан и на благо города. Этот поступок, то есть, несмотря на то, что они были электоральными конкурентами на протяжении полтора месяца, говорит о том, что господин Чабан действительно готов заботиться об этом городе. Я благодарю вас, и могу сказать, что обработано 98,04%, Андрей Настасову 52,16%, Иван Чабан 47,84%. Ну что могу сказать, знаете, для меня главное, чтобы в конечном итоге выиграли кишиневцы. Это, наверное, был бы самый, наверное, важный выигрыш. Впервые вот я сейчас в эфире подумала, что, знаете, наверное, хорошо, что у нас выборы будут через год. При любом раскладе, кто бы не победил. Потому что, понимаете, как одно дело четыре года, другое дело это через год, когда избиратель внимательно посмотрит, сделает свои выводы, и потом уже будет, ну, надеюсь, более осознанно как-то голосовать. По крайней мере, не геополитически, скажем так, чтобы никого не обидеть. Вас благодарю за то, что принимали участие в этой программе. Вот, приходите к нам еще. Таковы у нас результаты на этот час. Последние результаты, которые будут приходить еще с течением времени, вы всегда можете узнавать на нашем телеканале. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова